Все против Иова. У него рушится вся система координат. Об Иове, как об историческом персонаже, мы ничего не знаем. То есть, ты считаешь, что Иова не было? Что бы ты ни делал, ты все равно будешь грешником. Нет. Ну, нет, конечно. Ну, подождите. Если у меня все плохо, значит, я не дружу с Богом. Если у меня все хорошо, значит, я дружу с Богом. Бог начинает хвастаться перед сатаной своим праведником. Но книга Иова показывает, что в определенных ситуациях вот эти школьные прописные истины перестают работать. Иову дается возможность пройти некоторый экзамен, чтобы понять, а каково Богу в мире свободных существ, который он сотворил. Мы упрощаемся. Я не согласен с тобой, Владыка. Что мы упрощаемся? Абсолютно не согласен. Ну ладно, хорошо. И здесь очень интересная проблема. Столкновение личного опыта и традиции. Вот Иоанн Златоуст с тобой бы совсем не согласился. Но на самом деле хэппи-энда не будет. И все апостолы-то, они как хэппи-энда не дождались. Не помню, как был вопрос, но ответ – да. Хэппи-энда не будет. Знаете, я сегодня в своем телеграм-канале опубликовал небольшой комментарий на книгу Иова. И буквально через несколько минут пришла реакция. Мне будут говорить, кто пишет, что да, это самая тяжелая книга. И вообще тот образ Бога, который в этой книге есть – самая лучшая пропаганда для атеизма. То есть, это самый непривлекательный образ Бога, который только можно вообще представить. Владыка, ты тоже так думаешь? Я так не думаю. И все, и так скучно. Отец Дмитрий, чуть не сказал, Дима. Так, не знаю, что скажет Дима, но отец Дмитрий тоже так не думает. Хорошо, а Дима? Который не отец Дмитрий, который скрыт глубоко под большими и красивыми облачениями священника. Вот мальчику Диме, если бы он прочитал эту книгу в возрасте лет 10, ему бы захотелось общаться с таким Богом? Ну, это же история. А история, наверное, на детей рассчитана. Даже ребенок понимает, что это история, это рассказ. Тебе, пятилетнему мальчику, этот рассказ понравится или нет? Конечно, понравится. В нем есть интрига, в нем есть замечательная завязка. И злой Бог. Ну, не такой уж он злой. Абсолютно несправедливый. Да нет, где вы это взяли? Злой, несправедливый. Да? Ты считаешь, что все в порядке? Согласно рассказу, если рассказ, да, вот источником зла все-таки является Бог. Нет, я считаю... Источником... Нет, ну если рассказ брать, рассказ... Можно я немножко отойду в сторону, а вы друг с другом в это сам поспорите, да? Да. Ну, источником страданий может быть Бог. Источником страданий, да. Но в книге Иова все-таки Бог только позволяет сатане вмешаться в жизнь Иова. Другое дело, почему позволяет? Действительно ли книга Иова является таким аргументом за атеизм для меня или вообще? Если сказать для меня, как для священника, как и для отца Дмитрия, для владыки, не является. Но в реальности для людей является. Потому что вообще проблема страданий, как Борхис писал, это главное убежище атеиста. То есть, атеист может от чего угодно отказаться и увидеть, что христиане к эволюции терпимо относятся, еще к чему-нибудь. Но проблема страданий реально для большинства атеистов это самая главная проблема. Поэтому, да, книга ее во многих на этом пути выбивает из колеи. Хорошо. Владыка, что ты скажешь по поводу самой ситуации? Тебе не кажется, что странно, когда сатана в ряду прочих ангелов, или там сказано не ангелы, как там сказано, сыны Божьи, вот в ряду этих сынов Божиих приходит к Богу, и тут вдруг, ну простите, я буду говорить как есть, Бог начинает хвастаться перед сатаной своим праведником. Ну, я скажу, что не совсем правильно здесь использовать слово сатана как личное имя, потому что еврейский текст нам не дает основания так думать, поэтому правильнее говорить некогда противники или каком-то еще, потому что в русском переводе сатана это ясно отсылка к определенной личности. Здесь же мы имеем дело с неким таинственным существом, который противоречит Богу. Для чего он там нужен, почему он нужен Богу, почему Бог ему позволяет так общаться, это тайна. И мы должны вообще понимать тоже некие вводные, что сама по себе книга Иова это такая большая притча. Это не историческая книга об Иове, как об историческом персонажа, мы ничего не знаем, и он вообще вне. То есть, ты считаешь, что Иова не было? Не я считаю, это библистика считает. Он упоминается только у Иезекиили, по-моему, 14-й главе. Ну, ты ж не библист. И иногда этому рад. Ну, то есть, там же нет свидетельства о нем, кроме вот самой этой книги. Ну, у Иезекиили он понимается. Праведный Иов не существовал? Нет, не существовал. Может быть, хотя бы просто, наверное, не существовал, стих, его не существовал. Он что-то какую-то оставить, возможности существования. Хорошо, пожалуйста, пускай мы ее оставим в твоем лице. Но правильнее рассматривать это, чтобы эту книгу понять, ее на рассмотре как притчу, потому что иначе у нас получается много нестыковых, каких-то непонятных штук. Вот самая непонятная штука, она начинает, собственно говоря, сначала, да, Бог, некий противник приходит, дискутирует, и Бог как будто бы подвергается манипуляциям со стороны этого противника, а жертвой манипуляции со стороны этого противника. Он даже... Нет, просто подвергается. Он соглашается на эти манипуляции. Ну, да. Ну, такая как мотивация совершенно манипуляции. Ну, подождите, друзья. Ну, подождите. Ну, во-первых, понятно, что это история, литература, в смысле литературная обработка какого-нибудь конкретного сюжета. Впал, для меня, например, это так. И сказать, что некто приходит к Богу, они там беседуют. Да, и Сидор Пилсет тоже пишет, что не может быть, чтобы сатана с Богом беседовал, там Бог ему что-то отвечал и прочее. Понятно, что это может быть частью литературы, которая описывает и объясняет, почему это с Иовом произошло. Но... Подводочка. Какие-то, да, литературные такие вещи, которые описывают дальше... Как, например, мы берем фильм биографический. Мы же понимаем, что мы знаем о человеке 10 фактов, а в фильме их приводят с 50. Но это не уничтожает те 10, которые есть. Ну, подводочка так себе сразу. Нет, я совершенно не согласен. Подводочка, в которой человек становится жертвой пари. Ну, я не знаю. Между кем и кем. Да, между кем и кем. Вот. Между каким-то невнятным персонажем и Богом. Ну, я повторю еще раз. Конечно, есть, к счастью, существует традиция экзегезы, широкая традиция понимания. И каждый волен выбирать то, что ему по вкусу. Слушай, ну, в традиции православной экзегезы у святых отцов, насколько я помню, сомнения в реальности Иова, в реальности того, что с Богом говорит сатана, насколько я помню, не возникало. Нет, ничего. Я говорю, и Сидор Петлосилович считает, что не могло быть такого диалога. Что это некоторая история написанная, литературная. Это сам диалог. Ну, хотя, ну, может быть, другие вполне нормально это воспринимали. Ну, отец Павел, мне думается, что, знаешь, когда мы говорим вот так вот, таким широким мазками, святые отцы, то это означает, что у нас недостаток информации, так сказать. Я могу, Владыка, дорогой, тебя парировать интересным исследованием Петра Малкова, святоотеческая экзегеза книги Иова, где ни малейшего сомнения в том, что Иов был, даже и вообще не допускается в принципе. Поэтому, вот если тебе нужны ссылочки, прошу. Прекрасно, прекрасно. Но дело в том, что я понимаю, что можно доказать одно, можно, кстати, противоположно с тем же успехом вопроса от задач, которые перед нами стоят. Я ни в коем образом не хочу настаивать. Да, я просто транслирую некую позицию, ради которой не готов, так сказать, биться или ради нее... Слушайте, мы черту тему немножко все-таки уберем в сторону. Я просто еще одно скажу. Во всяком случае, начиная с книги Экклесиаста, да, и, ну, как минимум, и в нашем богослужении, и вообще в нашей всей, так сказать, антропологии, мы ясно и четко говорим, что нет человека, который жив будет и не согрешит. Вот просто нет человека такого. Не может человек жить и не согрешать. Иов — эталонный праведник. И важно, что не только он говорит о своей праведности, Бог говорит о нем как о человеке, не имеющем никакого греха, что идет вразрез вообще с пониманием человеческой природы, нашим христианским пониманием. Это тоже очень важный такой звоночек, как мне кажется. Ну, теперь я прошу прощения, это последняя была тема. Да, это очень хороший поворот, потому что сейчас надо нам кратенько рассказать все-таки о содержании этой книги, отец Дмитрий. Давай-ка. Это у нас любитель нарративов. Ну, фабула проста, живет праведник, праведник, который благоденствует. Праведник, я еще добавлю немного, я буду встревать. С печатью от Бога. Ну, да. Сертифицированный праведник. Да, он хорошо себя ведет, он такой отличник по жизни. И, собственно, как отличник он рассчитывает на награду, и Господь дает ему эту награду. Причем праведность Илова, она неформальная праведность. Там говорится, что он был чист с сердцем, чист в помыслах. Более того, он даже следил за чистотой помышлений своих детей. И там после того, как дети, вот они пиршествовали, вот он приносил на следующий день жертву за грех, на всякий случай вдруг кто-то из его детей помыслил что-то недоброе в сердце своем во время пиршества. То есть, он настолько чист был. То есть, это не простая какая-то такая внешняя фарисейская праведность. Это действительно искренний человек. И вот он такой благочестивый шейх ближневосточный. Очень богатый, очень известный, знаменитый, ну и так далее. И вдруг к его жизни случается череда бедствий. Сначала он теряет все свое имущество, потом он теряет своих детей. У него было семь сыновей и три дочери. Они гибнут все. И в конце концов он поражен страшной болезнью, проказой. И вот он сидит на гноище, вне города, соскреба и черепки. Черепком гнойники. И о своей участи он сетует. И он не понимает, за что ему это. Потому, что в его представлении праведник не должен страдать. Ну, так устроен мир. Страдает грешник за свои беззакония. Праведник же он не страдает. Он благоденствует. Даже если он пострадает, то в скором времени сама земля ему помогает. Сам бог ему помогает. Все возвращается к нему. Приходит к нему. А, сначала приходит к нему. И люди вокруг него, которые каким-то образом реагируют на эту ситуацию. Жена говорит, похули богу и умри. Друзья приходят, говорят, Иов, ты в чем-то согрешил. Ты где-то неправ. Он говорит, нет, я не вижу, что я неправ. Моя совесть чиста. И я на самом деле не понимаю, почему я страдаю. То есть, с одной стороны, я не готов сказать, что мой бог это злой бог. Тогда бы это все объяснило, в принципе. Что он просто шутку со мной сыграл. Но я знаю, что мой бог – благ. С другой стороны, я не готов признать, что я страдаю за какое-то беззаконие. И для самого Иова это очень серьезная и сложная ситуация. Потому что в его мире или он не должен страдать, потому что он чистый, он праведник. Или же тогда тот бог, который сотворил вселенную, он не добр, он не благ. Значит, вот эти три друга, они вступают с Ивом в спор. К ним богословские диспуты. Но я думаю, мы будем говорить, наверное, об этом. А потом появляется четвертый друг. Он тоже какую-то аргументацию Иву предлагает. И, наконец, является бог, который все-таки объясняет каким-то образом Иву, почему он страдает. И в конце все возвращается на круги своя. Ив прошел испытание, он что-то понял. Вместе с ним вроде бы как должен понять этот читатель нечто, почему человек страдает. И Ив становится опять вот таким шейхом. Он возвращается в начальное состояние, даже еще выше. Теперь у него опыт такой есть серьезный. И хэппи-энд. Имущество возвращается. Дети возвращаются. Все хорошо. Вот, собственно, фабула. Ну, основные события книги Иова. Владыка, тебе не кажется, что для нас, с нашим сознанием, оказавшись в ситуации, схожей с Иовом, у нас не возникало бы такого недоумения, такого вопроса, как у Иова. Именно потому, что, наверное, никто из здесь находящихся, да и может вообще всех живущих православных христиан не посмеет о себе сказать, что, знаете, у меня нет греха, мне не за что наказывать. Я не знаю. Я пока не был в такой ситуации. Но тут ведь вопрос соразмерности и в том, что мы вольно-невольно сопоставляем себя с другими людьми. И это делают в ходе богословских диспутов друзья Иова. И он сам это делает. Упоминаю, что, пожалуйста, есть те люди, которые отчаянные грешники, у них все хорошо, есть праведники страдающие. Да, естественно, что мы, конечно, да, мы веруем, исповедуем, что мы самые грешные. Но при этом мы, конечно, смотрим по сторонам и видим, что есть там прямо отчаянные плохиши. Ну, такие прям реально плохие парни. И им ничего. И у них вроде как будто бы все хорошо. А я, который старался, ну, конкретно я, я же старался. Ну, я вот в церкви, я же стараюсь, я же, ну, не совсем, так сказать, какой-то нехороший человек и такой двоедушный. Нет, я все же стараюсь. Участвую в таинствах, там, исповедуюсь, вот. Стараюсь что-то доброе делать. Вот. И вот такой я, да, словивший вдруг какую-то, получивший тяжелую болезнь или что-то еще, естественно, что я думаю, вот это вот сопоставление, соразмерность, она может, погрузить меня в некоторые размышления. И практика показывает, что такое зачастую происходит с людьми, которых действительно коснулось тяжелое, неизлечимое заболевание, которые оказались вот в такой ситуации. Поэтому здесь мне думается, что... Не помню, как был вопрос, но ответ – да. Или нет. Нет, Владыка, ну вот из твоей архиерейской, пастерской практики, у тебя никогда не возникало такого смущения, что вот грань между возможностью жить праведно и неизбежностью жить грешно, она как-то немножко обесценивает и обессмысливает вообще какой бы то ни был подвиг как таковой. Ты вот никогда не оказался в такой ситуации, что... Ну, вот в этом есть какая-то глубокая искайреженность, неправдивость какая-то. Ну, отец Павел. Ну как? Ну, подождите. Ну, отец Павел. Ну, подождите. Ну, подождите. Ну, очень просто. Да нет. Любое. Что бы ты ни делал, ты все равно будешь грешником. Нет. Да. Ну, нет, конечно. Ну, подождите. Когда... То есть, грех появляется, когда появляется закон. И в зависимости от того, по каким параметрам мы оцениваем человека, мы можем назвать его грешником или праведником. В зависимости от того, какие мы требования к нему предъявляем. То есть, например, человек при нас может быть замечательным пешеходом, и мы можем назвать вот он там какой-нибудь самый лучший пешеход месяца. Но при этом он может там... Словно налогонеплательщик. Да, налогонеплательщик, там, не знаю, дома может детей жену мучить, еще что-нибудь. То есть, какие мы к нему предъявляем критерии. Вот, например, про Еноха сказано, да, ходил перед Богом, Бог взял его. То есть, во время Еноха нет еще как такового сформулированного законодательства. Есть там данные Адаму и Еве заповеди, которые в раю были, они все попраны были этим грехопадением. И вот Енох живет, мы не знаем, чтобы он по какому-то конкретному закону существовал, но он ходил перед Богом, и это означает, что он праведник до такой степени, что Бог берет его к себе. Поэтому, если, например, представить себе, что Иов живет в каком-то мире, допустим, это какая-то очень древняя история, и, допустим, в контексте этой истории, например, не существует... Четвертый век Дрожитета Христова. Автор жил в Иерусалиме. Ну, да, понятно. Это вот просто одна из точек зрения. Вот и все. Да. Понимаешь, в чем дело? Я не очень понимаю, почему надо брать книгу и говорить, вот от А до Я, она написана в четвертом веке, там, автор жил в Иерусалиме. Там есть древние пласты, которые могли быть как раз подлинные истории про такого человека, которая была потом просто оформлена в текст с привлечением демонологии того времени, откуда там вот этот противник, который там пришел. Конечно, демонология ветхозаветная тоже, ее можно исследовать, она могла быть разной в разных книгах. Это вообще все не проблема. Но когда говорится, что вот Иов там, он такой персонаж приточный, потому что не существует праведников, но апостол Павел в одном месте говорит о себе, что он там первый из грешников, когда он вспоминает, что он гнал христиан, а в другом месте говорит, я с детства живу с чистой совестью, всегда стараюсь, чтобы у меня была чистая совесть. И, судя по всему, это вполне такой традиционный фарисейский подход. Благодарю тебя, Господи, что у меня в нравственной жизни все нормально, говорит фарисей в притче о мытере и фарисеи. Поэтому вопрос в том, какие критерии. То есть, если мы берем, например, 10 заповедей какие-нибудь, условные, я сейчас говорю, можно вообще 7 заповедей сыновей Ноя взять. И может быть, Иов ни одно из них не нарушил. И может быть, он в этом смысле говорит Богу, я ни одно из них не нарушил. Это не значит, что он там никогда в жизни не ленился, там не раздражался на жену, не сомневался в детях, там или еще что-нибудь такое. Просто какую планку мы задаем человеку? Вот Иов, была его планка определенная, планка его времени, его культуры, его представления о себе. Но с Иовом история явно другая. Все-таки там эту планку задает Бог. Он в очах Божьих не порочен. В том-то и дело, что Бог сам имеет возможность задавать нам любую планку. Он может нам задать такую планку. То есть, если мы руководствуемся установкой Бога, то мы можем быть праведниками или грешниками. Если мы руководствуемся теми предпочтениями, которые только что изложил на Преосвященнейший Владыка Феоктист, то у нас шансов быть праведниками нет никаких. Ибо несколько минут тому назад было четко сказано, что ни один человек из живого... Ни из человека живого будет и не согрешен. Ни из человека, который не имеет в чем, за что быть наказанным. Так, еще раз. Я всего лишь процитировал сначала книгу Экклесиаста, потом наше православное христианское богослужение. Ничего другого я не делал. А спорить с христианским нашим православным богослужением я что-то как-то не готов. Почему тут спорить? Конечно, мы живем уже сейчас после Ветхого Завета, в Новом Завете, с массой законов, правил и всего прочего. Но возьмем, например, вопрос-ответ Анастасии Синаита, где его спрашивают, вот дети иудеев и язычников, они идут в ад или нет? Дети – это до 10 лет, например. И он говорит, нет, не идут в ад, потому что не имеют личных грехов. Что это значит? Что они там все какие-то невероятные праведники? Да нет, но просто к ним и другие требования озвучиваются, применяются. А первородный грех, который в них, естественно, присутствует, он не является личным грехом, а является скорее расположенностью к личным грехам. С отсекающим критерием, гарантированно отправляющим их в ад. Да, он, между прочим, он не говорит, что они идут в рай, он просто говорит, нет, они не идут в ад. То есть, здесь то же самое. Какие критерии мы используем, когда говорим об Иове? На мой взгляд, да, Иов вот в этом, в том, что он является вот таким праведником, он является продолжением линии, Еноха, например, и некоторых других, Милхиседека того же, да, авто, людей, которые являются такими вспышками, что ли, да, вот такими проблесками этого богообщения в Ветхом Завете. Понятно. Отец Дмитрий, ну а вот для тебя вся эта история с праведным Иовом и его жутким, абсолютно невероятным испытанием или наказанием, это на самом деле история вот чего, если мы берем целиком, вот есть этот нарратив, да, вот это о чем? Ну, о том, что человек, да ты кто вообще такой, да? Куда ты резишь? Ты с кем собираешься тягаться? С Богом? Червяк, знай свое место об этом или о чем-то другом. Мне понравилось, в принципе, то, о чем говорит отец Стефан, я согласен с ним, что, ну, как бы, речь не идет о том, что Иов исключительно праведен был и там помыслы даже греховного не было никакого, но это был обыкновенный человек, который просто хороший человек, хороший человек, он обходительный, предосмотрительный с окружающими, он чист перед Богом, да, он контролирует, пытается жить в осознанности какой-то перед Богом, контролирует свои помыслы своих детей, пытается Богу угодить. По закону, не по закону, я не знаю, я, кстати, вот тоже насчет древности, там есть несколько точек зрения, они говорят, что это вавилонский плен, но оформилась она, по в конце вавилонского плена, но очень такие серьезные есть свидетельства о том, что книга написана или в эпоху Моисея, как бы, да, или, возможно, и раньше, то есть, очень древние пласты патриархального уклада там... Они просто читаются в мелочах. Да, ну, там явно есть анахронизмы какие-то, да, которые соотносят ее с эпохой... Ну, я бы вообще на этом не акцентировал, ровно как и на жанре, да, я бы не говорил, что это на 100% притча, например, но разные точки зрения есть. Отцы действительно воспринимали это как реальные персонажи, это реальные, действительно существовавшие люди. Ну, просто эта история, видимо, обросла, как вот ракушка, да, или как вот слоями определенными литературных жанров, там, не знаю, всяких таких штучек прибамбасов. Вот и сейчас, на мой взгляд, все-таки ядро – это исторический нарратив, вот, но очень много легендарного материала, мифологического материала, вспомним Бегемот и Левиафана, да, например, вот, или та же самая сцена во дворце небесном у бога. Ну, очевидно, что это какой-то такой... Ну, не было там камер, да, установлено во дворце у бога, и человек не сидел там, да, писец и все это записывал. Вот все-таки какие-то литературные формы здесь используются, такие мифологического такого варианта. Так все-таки ты мне так не ответил. Отвечаю, да. Пытаюсь сейчас сформулировать. Для меня все-таки это больше история о том, что человек, человек, в принципе, для того, чтобы ориентироваться в жизненном пространстве, он для себя каким-то образом представляет духовную и нравственную реальность. Вот. То есть, по каким законам мне жить вообще, по каким правилам мне двигаться в этой духовно-нравственной реальности. Если я согрешу, то будет воздаяние. Если я праведно буду жить, то все у меня будет хорошо в жизни. То есть, если я с богом дружу, у меня все хорошо. Если я с богом не дружу, у меня все плохо. И наоборот, в обратную сторону работает этот сценарий. Если у меня все плохо, значит, я не дружу с богом. Если у меня все хорошо, значит, я дружу с богом. Ведь именно так очень часто мы на исповедь, например, приходим. У меня в жизни что-то случилось. Недавно женщина приходила в сокрушенном состоянии. У дочки развалилась семья. И она говорит, что развалилась семья потому, что я в детстве не водила ее в храм, не заставляла ее приступать к чаше христовой. Она не исповедовалась, не причащалась. То есть, с богом у нее отношений хороших не было. И вот результат. Семья развалилась. Или я, например, грешным делом детям говорю. В храм в воскресенье нужно поисповедоваться, причаститься. Не будете исповедоваться, причащаться. Школу не закончите. Хорошо. Будете двоечниками, будете дворниками работать. Манипуляции такие. Да. И, собственно, книга Ио показывает, что есть человек, для которого в принципе все понятно. Как устроена духовная реальность. Как можно с богом находиться в определенных отношениях. Как можно контролировать. Жить по понятиям. Жить по понятиям. Контролировать эту реальность. Гарантировать себе успешную жизнь. Процветание гарантировать себе. Сделать свою праведность своего рода гарантом твоего благополучия. И наоборот. То есть, свое благополучие гарантировать себе своей праведностью. Ну да. Это одно и то же. И, кроме того, я же должен понимать, что происходит вокруг с другими людьми. С моими детьми, например. Я же должен детям объяснить, что на красный свет дорогу переходить нельзя. Иначе попадешь под машину. И наоборот. Иди на зеленый. Нельзя воровать. Нельзя совершать какие-то другие плохие поступки. Иначе жизнь разрушится у тебя. И вот как раз-таки Иов и его друзья – это те люди, которые специалисты в этих законах, по которым живет духовная реальность. Очень хорошо об этом Аверинцев пишет в своей статье, которая посвящена древнееврейской литературе. Он называет эти законы нормативной дидактикой. И, в принципе, целая часть еврейской литературы посвящена этой нормативной дидактике. Например, книга премудрости царя Соломона. Благочестивый человек получает добро в этой жизни. Нечестивый человек получает зло в этой жизни. Если я хочу успеха, если я хочу процветания, то я буду благочестив. И? И. Но книга Иова показывает, что в определенных ситуациях вот эти школьные прописные истины перестают работать. И вот она показывает, как человек, который действительно достиг какой-то вершины в исполнении, следовании этим правилам. В понимании всего. этого. И, действительно, человек, который полностью под контроль взял не только свое биологическое существование, свою эмоциональную сферу, но и духовную реальность, как ему кажется. Сейчас. Секундочку. Я уже чувствую. Отец Стефан. Он уже разогрелся. Книга Ио показывает, как в тот самый момент, когда должен быть триумф, начинается катастрофа, начинается обвал. Я секундочку еще до конца добавлю, договорю свою мысль. Это не значит, что эти правила нормативной дидактики плохие, они не работают или ни в коем случае нельзя им следовать. Нет, это школа. Крошка, сын к отцу пришел и спросила Кроха, что такое хорошо, что такое плохо. Я бы не стал редуцировать до этой фразы. По сути, это школа некая. Школа нравственности. Школа благочестия, которая обязательна для человека. Это нормы общественного поведения. Но есть такие ситуации, когда эти нормы перестают работать почему-то. И даже в судьбе самого правильного человека, отличника в духовной жизни, происходит катастрофа. Я думал об этой книге примерно так же. До какого-то последнего времени. А потом понял, что это только один из пластов. В том смысле, что мы называем эту книгу книгой Иова. Что она про Иова. Но мне кажется, что она про Бога, а не про Иова. Ну, не только про Иова. В том плане, что на уровне... Вот то, что ты объяснил на уровне Иова, что можно быть праведным и у тебя должно все получаться. Можно быть совершенным. И у тебя не будет никаких проблем. Это же, на самом деле, история про Бога, который совершенен, всеблаг, вседоволен, промыслитель, всезнающий и всесильный и так далее. Он замыслил мир. Он его сотворил. И, казалось бы, какие претензии у атеистов? Если ваш Бог такой весь продуманный, всезнающий и так далее, что же он не сделал мир, который вот так дальше разваливается постепенно? Конечно. И эта история зеркально в Иове. Я потом, если там как дальше пойдет беседа, попробую свою точку зрения развить. То есть, фактически, Бог показывает Иову, что... Ну, вот, Иов, ты жил праведно и видишь, что у тебя в жизни не получилось все идеально. И в таком случае мир, который... Иов же прекрасно видит, что мир полон зла. Да, в его жизни его, может быть, как-то не было. Но мир вокруг полон зла. И вопрос к Богу, который всемогущий, всесильный и всеведущий, он мог возникнуть. И вот чтобы он не то, что не возникал, но чтобы в нем появилась некоторая глубина, Иову дается возможность пройти некоторый экзамен, чтобы понять, а каково Богу в мире свободных существ, который он сотворил. Очень-очень интересный комментарий. Не случайно книга Иова. Это про образ... Христа. Да, это как-то прям вырисовывается само. То есть, вся история с Иовом, на самом деле, это своего рода история про Бога, но из совершенно неожиданного ракурса. Каково Богу быть в своем творении, развернувшимся к нему спиной. Да. Да, это очень такой интересный аспект, Владыка. Аспект интересный. Решил повторить. Владыка, я тебя хочу в лоб спросить один вопрос. Тебе как монаху лучше, чем всем здесь присутствующим, знать на него ответ. А чего жену-то оставили рядом с Иовом? Почему? Бог... В каком смысле оставили? Ну как, она же осталась живая. С ней ничего не происходит. С ней ничего не происходит. Он теряет все. Он теряет хозяйство, теряет своих верблюдов, овец, волов, дом, всех детей, 10 детей. Извини меня, 10 детей потерять в один миг. Это же жуть просто. Но жена остается рядом. Поэтому Иов, когда он говорит о том, что все его оставили, что он такой несчастный, он немножко лукавит. Жена его не собиралась оставлять. Она всегда была с ним рядом. И в чем здесь задумка? Задумка в том, что человеку, видимо, в... Я, как отец Стефан, не умею, я попроще, на другом уровне. Что человеку свойство смирения... Свойственно, видимо, не замечать в глубокой печали, в боли, депрессии и унынии, что он все же не одинок. Что он не абсолютно один. И настолько человек делается иногда слеп, что даже самого близкого человека он почему-то перестает видеть. Но вот Иоанн Златоуст с тобой бы совсем не согласился. Потому что он пишет, что потому и оставил, оставил сатана нетронутой жену, чтобы в тот самый момент, когда сам Иов будет близок к отчаянию, окончательно подтолкнуть его к падению в бездну. Что это последняя надежда. Это последняя ниточка, которая связывала Иова со всей предыдущей его счастливой жизнью. И там, где он должен был обрести такую опору и укрепление, наоборот, он увидит болото, которое будет стараться его затянуть в себя. Возможно. Такой искуситель... Да, то есть, такое прямо искушение в кубе. В самое болезненное место ударить так, чтобы добить. Наверняка. Чтобы добить просто. Еще очень интересный момент. Смотрите, помните, что сатана дважды искушает Иова. Первый раз он забирает скот, имущество и детей. Но там говорится, что Иов не дрогнул и Богу он не похулил. Тогда сатана приходит к Богу и говорит... Да, на миру и смерть красна. Сейчас Иов, наоборот, утвердился в своей праведности. Он скажет, согласно этим законам, той самой нормативной дидактике, я сейчас пострадаю, потом мне Господь воздаст. То есть, это, наоборот, внутренний мир это его не поколебало. Он знает, что праведник может пострадать, но потом все равно Господь воздаст. И поэтому сатана говорит, а да, я кожу его возьму, тела, телесности коснусь. Телесности посылает Господь, а сатана посылает ему проказу. А что такое проказа? Проказа – это не просто болезнь, это некий символ богоставленности, что сам Бог против тебя. Ты согрешил против Бога в чем-то. То есть, смотрите, Иова бьют в самый стержень. То, на что он надеялся, его праведность, она ставится под вопрос. И он думает, неужели это тот Бог, в который я верил? То есть, у него мир рушится. И жена в этом смысле, она как бы очень созвучна. Жена – это некое альтер-эго Иова. И она против него. То есть, все против Иова. У него рушится вся система координат. Вся та картина мира, на которую он опирался, все эти законы, по которым этот мир в его сознании существует, сам Бог оказывается совсем иной. И жена развернулась. Но Бог при этом не рушится. Каким-то парадоксальным образом Иов продолжается за него держаться. Но вопреки всему. В этом есть правильность Иова. Что он держится, но он уже сам не понимает, за что держится. Но потом же наступает бунт. И он начинает проклинать тот день, ту ночь, когда был зачат муж. Помните, он говорил. И он начинает видеть страдания вокруг. И понимает, что мир Божий совершенно несовершенен. И потом вот эти его споры с Богом постоянные. То есть, да, он продолжает верить Богу. Но это бунт. Это, по сути, бунт Ивана Карамазова. Почему потом Достоевский, да, он на книгу Иова ссылается. И он как бы за основу берет «Легенда о великом инквизиторе». И, в принципе, это один из таких вот сюжетов, который положен в основу романа. Да. Атизмин, ты сейчас тронул тему, мне хочется немножко так сфокусировать. В самом начале первое искушение, ведь сатана говорит Богу, вот если ты коснешься его, то посмотрим. А по факту ведь касается не Бог, а сатана. Из этого ведь несложно сделать простой вывод, что для этой книги касание хоть Бога, хоть сатаны, оно имеет абсолютно одинаковое значение. В общем, с точки зрения сатаны это так. Это не с точки зрения реальности. Имеется в виду, что ты можешь сделать над ним все. Не автоматически касание Бога и касание сатаны одно и то же делает. А имеется в виду, что если ты накажешь его за что-то, сделаешь ему больно, он тут же отвернется. То есть, это вопрос об источнике зла. Да. Да. Но источник зла в мире и источник страданий с точки зрения богословской это разные вещи. Потому что зло для отцов это противоречие Богу. Бог не может быть источником зла, он может быть источником страданий. И они всегда в терапевтическом смысле понимаются. То есть, они всегда либо из-за чего-то, либо для чего-то. И вот, судя по всему, в книге Иова эти страдания для чего-то, для того, чтобы, как сказал отец Дмитрий, у Иова картина поменялась. А друзья Иова говорят из-за чего-то. И вот эта картина как раз и должна измениться в ходе этой книги. Ладыка, ты тоже так думаешь? Я думаю, что мы, может быть, немножко неправильной траекторией движения избрали. Подправим. Ну, мне так кажется. Мы так говорим, как будто бы нам неизвестен финал. И... А финал ведь он совершенно примечательен. Да? Мне вот очень понравилось это выражение, краткий пересказ Шмайна и Великанова. И вот этого финала. Господи, почему я страдаю? Почему так все происходит? И ответ Бога. Посмотри, какой гиппопотам. Лошадку. Ты видел лошадку? Смотри, какая лошадка. А ты видел, как там лани размножаются и так далее? И удивляет ведь то, что Бог всячески уклоняется. Ну, как будто бы уклоняется ответ на вопрос. Но при этом все вопросы и все недоумения, которые были у Иова, они снимаются. И, соответственно... Подожди, а что значит снимаются? Ну, ему все стало понятно каким-то чудом. Там прямо из текста становится... Ну, вот там, да, действительно что-то понятно. Но я просто не согласен с уважаемой Ильиничной, да, по поводу посмотри, какая лошадка. Ну, там этот текст. Да, но его можно совершенно по-разному понимать. Потому что написано. Ты лошадку видел? И я понимаю, что там это написано. Там вверх не так написано. Ну... Ну, мы что, уже переходим? Если мы готовы перейти к финалу... Нет-нет-нет, я думаю, что... Почему? Почему я говорю про финал? Потому что вот в сеть рассуждения о притче, о источнике зла, о причине страданий и так далее, мне думается, что их надо строить, имея в виду финал уже проговоренный. Мы же не просто литературное распроизведение. Ну, правильно, да. И поэтому идти с точки зрения, вот подходить к нему с литературой ветческих позиций и принципов, мне кажется, совсем верно. Мы ставим проблему. Мы говорим о, по большому счету, то, что мы говорим, мы говорим о природе зла, его источнике и так далее. Вот в каких-то таких вещах сущностных. Если мы о них говорим, то необходимо иметь в виду всю книгу целиком, мне так кажется. Я бы все-таки посмотрел на аргументы друзей, точнее на то, как они начинают Иова не то что обличать, а учить тому, что он сам прекрасно знает. Ведь весь пафос Иова, когда он им отвечает, периодически там что-то им такое, он весь в одном и том же, что я не слепой, я сам это знаю, почему вы мне это все пересказываете. И здесь, может быть, в таком практическом ключе интересно было бы поговорить, почему человек, который не испытывает боли, сам все время считает для себя возможным человека, который испытывает боль, уговаривать и успокаивать какими-то избитыми аргументами, не понимая, что в момент боли невозможно воспринять те аргументы. Иов хочет понимания, Иов хочет глубины от них, и он от них не может добиться этой глубины. И в этом смысле мне как раз кажется, что Иов, когда он говорит, что все его оставили, речь не идет о физическом оставлении, что вот жена, значит, она физически рядом. А речь идет о том, что никто не способен с ним в эту глубину пойти. Нырнуть туда, да. Он не терял детей, это ничего страшного не было. Это же ее главный аргумент, она этим-то и бьет его. Да, но потом, ну да, сказал. Из-за тебя всех погибли, из-за тебя, посмотри, все мы страдаем из-за тебя. Он не сказал, что из-за тебя. Вот. Все же она этого не говорила. И вот там одна реплика, вот дальше она молча как-то это все. Кто-то ж его обслуживал в конце концов, чем-то он питался и где-то спать ложился. Отец Стефан, я тут с тобой не согласен по поводу пафоса речей друзей Ио. Все же там, по моему ощущению, там пафос другой. Что они ему постоянно говорят одну и ту же вещь. Ты в чем-то грешен. Да, но я и ты имел в виду такой пафос. Ты в чем-то грешен, ты в чем-то грешен. Правильно, я и ты имел в виду. Они ему пытаются показать, что… Причем иногда вот Элифас, он вообще переходит границы и говорит странные вещи, что Бог вообще во всем усматривает какое-то… Да, в ангелах, в слугах своих. Да, какое-то несовершенство. Никому не доверяет еще Бог. Да, да, да. Такие вещи страшные говорит на самом-то деле. Но все же ты как-то иначе сказал. Я согласен с общим твоим выводом, но все же пафос – это именно… Нет, я, может быть, не так сформулировал. Действительно, друзья говорят, что логика в мире одна. Хороший человек. У него все хорошо, плохое, у него все плохо. У тебя все стало плохо. Не выделывайся, не пытайся построить из себя праведника. Внимательнее посмотри в собственную жизнь, в собственную душу. Еще интересно один момент по поводу детей. Как вот один из них, один из друзей говорит, а детей вообще от себя отдели. Ты можешь страдать по совсем другому поводу. Дети твои могли согрешить, и они сами там могли погибнуть из-за своих грехов. Поэтому не бери их на себя. А Иов, он как раз не собирается отделять от себя детей. Он воспринимает это все как свою личную ответственность. Вот опять к Достоевскому. Вот эта вот метафизическая вина, когда все за всех виноваты и все за всех ответственны. И Иов не собирается говорить, что дети сами за себя ответственны, а он сам за себя ответственен. Он здесь как раз не хочет эту ответственность ни за кого делить. Ни с кем делить. Отец Дмитрий, можно ли сказать, что вот та ситуация, о которой сейчас отец Стефан так красиво размышлял, она похожа, как если бы человек, переходя из одной операционной системы в другую, и понимая, что предыдущая система вот в эту уже не работает совсем, ему бы предлагалось, ну, дорогой, возвращайся обратно. Не пытайся здесь как-то разобраться, не пытайся научиться в ней жить. Или другой образ. Сейчас человек в середине какого-то пруда тонет, и вокруг собрались его друзья, и ему кричат. Не, ну ты давай активнее работай там правой рукой, а сейчас ногами. Нет, нет, подожди. Наоборот. Давай, давай активнее ногами, ногами. Вот ты как раз сейчас выплывешь сюда, к нам. Вот к чему я хочу, какой вопрос хочу тебе задать. А как ты считаешь, какой была бы правильная реакция его друзей в этой ситуации? Вот для тебя. Вот если ты оказался бы другом Иова, и ты оказался рядом с ним в его ситуации, как бы ты считал, ну, было бы правильным для тебя поступить? Ты бы, наверное, не стал такие же речи? Ну, конечно, я бы не стал. Ну, ни в коем случае. Во-первых, я просто о чем хотел сказать, что и жена, и друзья, они очень любят Иова. Это самые близкие люди. И они не хотят пожелать ему ничего плохого. То есть, перед Иовом просто стоит два пути. Или признать, что Бог не благ, и это ему жена предлагает. Да похули ты уже Богу и умри. Хватит тебе думать, что он благой. Он тебя предал, обманул. Это лживый Бог. Похули и умри. Видишь, как ты мучаешься? Она переживает за него искренне. Умри, между прочим. Он тебя там скажет. Заховывает, и ты тут же умрешь. Ну, да. И ты тут же умрешь. Ну, как бы все уже. Видишь, как ты мучаешься. Скажи некое слово Богу. А друзья говорят, ну, посмотри, как ты мучаешься. И они как бы действительно говорят, ты где-то согрешил, ты не замечаешь. И они приводят очень хороший книжный богословский аргумент. Очень серьезные аргументы. То есть, я думаю, что... Причем не только три друга, но и четвертый. Три друга на своем уровне приводят аргументы. Ты где-то согрешил, и ты поэтому страдаешь. Просто ты не заметил, где ты согрешил. Ну, внимательно приглядись. Исследуй свою совесть. Ну, это знаете, как вот я прихожу на исповедь, и у меня горе какое-то в семье. Что-то случилось. Я потерял родного человека. Опытный, седовласый старец. Который там... Духовник там всех епархий. Который книжки там издает. К нему паломничеству автобусы... Автобусами едут паломники. И он мне мудро, очень авторитетно говорит. Дитятка мое, хороший мой, всмотри в свое сердце. Может быть, где-то ты просто забыл. Господь поспускает страдания за что-то. Да? И действительно, авторитетный же человек. С любовью говорит. Вот именно так, я думаю, эти три друга говорили ему с любовью. От своей мудрости, от опыта. В них не было ничего, знаете, такого менторски-фарисейски-назидательного. Они говорили вот с душой ему. И четвертый человек, отец Стефан, сейчас я закончу. И четвертый человек Елеуй. Он тоже ему говорит с любовью, еще и с мудростью. Ты страдаешь для того, чтобы слух твой очистился, и ты Бога в этих страданиях познал. То есть, они предлагают ответы от своего опыта, от своих знаний. И эти ответы ничуть не... Они не являются холой против Бога. Они полностью вписываются в некую систему богословскую и благочестивую того времени. Но Бог этих ответов не принимает. Но это другое. Да. Дальше можно посмотреть, об этом поговорить. Иов их не принимает, самое главное. Он говорит, да вы все правильно говорите на 100%. И я раньше тоже так бы сказал. Вот точно так же сказал. Но я чувствую, что это не так. И здесь очень интересная проблема. Столкновение личного опыта и традиции. Это, кстати, проблема очень серьезная. И мы видим, как в истории христианства это повторяется много раз. Допустим, Максим Исповедник и весь православный мир. Любое развитие, любой скачок только через это происходит. Да. То есть, Иов говорит, что нет, нет. Вы все правильно говорите. Я сам бы раньше подписался и возможно даже сейчас подпишусь. Под всем, что вы говорите. Но когда он расскажет. Но нет. Вот я чувствую, что нет. Вот не то. Все-таки ты не ответил на мой вопрос. Что бы я делал на месте этих друзей? Да. Слушайте, это помните, как на уроках по пасторскому богословию или в семинарии. Нам всегда говорили, что последнее дело, когда к тебе приходит мать погибшего ребенка, начинать успокаивать ее тем, что в этом есть божий промысел. Или какие-то умные. Еще молодая. Родишь. Ну, что-то вроде такого. Это ты говоришь, что ты не стал бы делать. А что ты стал бы делать? Я не знаю, что я стал бы делать. Владыка, ты. Я не знаю. Вот ты оказался рядом с его. Ну, я эпизодически оказываюсь рядом с его, как друг. Вот. И есть, ну, как кажется, безопасные вещи. Говорить поменьше будет побольше рядом. И какие-то вещи простые делать. Потому что все слова, которые ты можешь сказать, это все ерунда. Ничуть не помогающие. Особенно по теме вопроса. Даже если они правильные. Даже если они правильные. И очень умные. Потому что они неправильные. Вот. Но есть поддержка другого рода. Во-первых, находиться с людьми в глубоком горе, потерявшим детей, потерявшим здоровье, это жуть как тяжело. Само по себе. Жуть как тяжело. Вы знаете, я не… Потому что нам хочется… Ну, ты слышишь, например, у кого-то погибли дети. Ты такой ужас. У тебя от ужаса обдержит сколько? Ну, в лучшем случае, месяц-два. Потом начинается какая-то другая жизнь. И от этого и хочется уйти. И хочется веселиться дальше. Какими-то другими интересами жить. А люди там остаются. Потому что все. У них там, ну, обрушился мир. И они остаются там надолго. Кто-то навсегда остается. И у тебя уже как будто паровоз ушел. А вот туда возвращаться всем не хочется. Поэтому я думаю, что во всех этих историях вот слова – это последнее, что нужно. Владыка, знаешь, что, к моему большому удивлению, столкнувшись с горем других людей, я понял для себя неожиданную вещь, что у них есть огромный запрос на общение друг с другом. И этот запрос, он не удовлетворяется нигде, в том числе и в церкви. Например, есть общество анонимных алкоголиков. Там разные-разные градации. Но если сравнить с теми группами, в которых происходит продуктивное горевание, то даже в Москве таких групп практически нет. Я понял, что мы у себя, ну, приходим, ну, как-то, наверное, будем пробовать что-то такое создать. Потому что здесь речь именно не о том, чтобы кто-то кого-то утешал. А просто сама возможность находиться рядом с человеком, который в такой же боли переживает то же самое, что и ты. И вот он рядом, вот это как раз-таки резонирует одно с другим. Ну, да. Ну, тут еще важный момент, что я полностью поддерживаю и вот это, конечно, хорошая еще штука. И дай бог, чтобы по примеру вашего прихода развивались такие группы. Потому что у каждого свои какие-то горевания бывали, случались трагедии. И вот я помню по своему опыту, что ты-то в этом всем живешь, а вот друзья, как я уже сказал, они уже уехали. Ты с ними встречаешься и начинаешь опять про это говорить. Они, ну, они же, ну, слушай, ну, блин, ну, уже как бы, ну, неприятно. Ты понимаешь, что они в другой раз не придут, если ты сейчас продолжишь, ну, грубо говоря, ныть. А тебе поныть хочется. Ну, тебе прямо это сущностно необходимо сейчас поныть. Вот. И, конечно, встретиться с людьми, чтобы просто поныть, с такими же, кто понимает, кому тоже поныть надо. Это... И кто тебя не осудит за это. Да, да. Это великое дело. Потому что если ты сам в этом не был, то со стороны, ну, такое себе. Ну, а если я так скажу, что у нас вообще культура горевания как такового, она активнейшим образом вытесняется в современной цивилизации, ведь даже сам образ смерти, он вытесняется, да, что смерть, она должна находиться, ну, где-то вот-вот-вот-вот максимально далеко, где только можно, да? Отец Стефан, ты согласен с этим? Да, и для этого она делается забавной, смешной, снимаются фильмы про всяких там живых, веселых, мертвых, зомби, еще что-нибудь. Все это и романтизируется, и наполняется юмором, и таким образом серьезный разговор о смерти вообще оказывается невозможен. Я помню, я преподавал в областном универе... Серьезный разговор о смерти, что ты имеешь в виду? О смерти как о драме? Ну, вообще о смерти как о боли, о беде, как о явлении, о части нашей жизни. Я помню, как я своим студентам дал прочитать книжку Элизабет Кёблерос о смерти и умирании, и там потом они рассказывали, как их родители реагировали... Очень интересно. Да, что ты читаешь? Да вот, значит, о смерти и умирании. О, какой ужас! То есть, просто вот шок. Не надо при мне этого читать, не рассказывай мне этого. Какой-то смерть и умирание. Делать тебе нечего. Веселись, ты молодая или молодой, иди развейся лучше, погуляй с друзьями. Зачем тебе думать о смерти? Так мир весь устроен. Собственно, катафалки в некоторых городах ездят по нецентральным дорогам, по другим дорогам для того, чтобы людям, которые спешат на сделку, не испортить настроение, чтобы они эту сделку таки завлечили. И причинить психологическую травму. Да, да, да. Действительно, не травмировать их. Но вот общество, которое забыло о смерти и вообще о боли, и оно уже не способно к полноценному существованию. Но об этом отец Александрович, он уже хорошо в «Литургии смерти» написал. Да, о том, что у нас смерть сегодня вынесена за рамки жизни. И действительно это происходит. То есть, человек умирает, вот тут же забирают, потом тебе выдают из живого готовника, поехал тоже на пивание, если верующий человек, если не верующий, то их сразу в могилу. И все это очень так вот. И мы, конечно, забываем о том, что смерть – это та единственная, безусловная составляющая нашей жизни, да. То, что точно будет, все остальное может быть, а вот это точно будет. И если в традиционном укладе к ней вполне спокойные и естественные отношения, то здесь люди достаточно сталкиваются с ней. Для них это, конечно, шок, ужас, непонятно что. То, от чего хочется убежать. Дед Стефан, я твою историю вспоминаю часто очень, когда отпевали одноклассницу, одноклассницу, помню, твоего сына, да? Угу. Я вот, не знаю, достойная история, чтобы ее озвучить. Как думаешь? Ну, да. О том, что как делать не надо, да? Это был четвертый класс, по-моему, да. И была одноклассница, она умерла от какой-то непонятной болезни, так они съездили куда-то отдохнуть, и она приехала, заболела и не смогла вылечиться. Ее не смогли вылечить, она умерла. И священник на отпевании начал говорить, что вообще грешники вы такие сякие, помните о заповедях, тогда все будет нормально. И никто из вас никогда не умрет. Да. Знаете, я просто стоял, у меня ноги подкашивались, и меня трясло одновременно от ужаса и от гнева, потому что детский гроб, родители буквально на нем лежат. Такие речи там, значит, вы, такие сякие, бога забыли. То есть, я понимаю, что такие речи, наверное, в каких-то контекстах возможны и даже необходимы, но это был вообще не тот контекст. Полная неуместность. Абсолютная, да. Но вот если вернуться к Иову, меня поразило, когда я читал его желание умереть или даже просто быть мертвым, не родиться. А бог ему этого не дает. То есть, вот смерть, она иногда для человека оказывается благом, успокоением. С его точки зрения. Да, да, да. Что вот умер, даже не то, что присытившись днями, а просто умирает человек. Вот иногда, да, вот, Владыка, ты говоришь о вещах, когда там... Ну, и мы все сейчас о ней говорили, когда человек умирает, и для другого горе, жуткое просто. Но ведь бывают ситуации, когда смерть близкого является облегчением для других людей. Когда приходит человек на исповедь, и он чувствует одновременно стыд и радость. И даже стыд за свою радость. Потому что, например, какой-то пожилой родственник, который десятилетиями... За которым десятилетиями надо было ухаживать, все было очень трудно. И при этом это была любовь, например, родитель какой-то. И это все с любовью делалось. Но потом человек умер, и другой такой понимает, что теперь он может жить свою жизнь. И ему стыдно о том, что он так думает. Но он действительно чувствует облегчение. И вот смерть может быть таким облегчением. И Иов как раз поражается. Он говорит, если ты знал, что все так будет, если ты знал, что будет все так плохо, зачем я вообще родился? Зачем твои руки меня взяли? Почему я не родился мертворожденным? То есть, это вопрос вообще не просто прострадания. А опять к тебе одицея первоначальная. Почему, если ты знал, что все так будет, ты мне позволил родиться? А по большому счету, почему-то мир сотворил, если ты знал, что все это будет. И знаете, я вчера был поражен. Отец ходит в школу, беседует со школьниками. И они ему собрали 40 вопросов. Девятиклассники заранее писали вопросы. Там были такие глубокие вопросы. И вот в том числе, например, ребенок какой-то девятиклассник спрашивает, почему рождаются дети со смертельными болезнями? И ты пойди попробуй ребенку из верующей, из неверующей, из любой семьи объясни, возможно ли. То есть, мы все знаем гословские образованные, знаем, что можно найти объяснение. Но это объяснение... Ровно такое же, как у друзей Юва. Как у друзей Юва, абсолютно. Друзья, я думаю, сейчас будет правильно проследить вот эти три, точнее четыре диалога между Ювом и друзьями. Кто хочет начать? Отец, Дмитрий. Давай, может быть, ты? Диалоги. Да. Мы говорили уже о том, что приходят друзья. То есть, жена Юва предлагает ему похулить Бога. Он отказывается... Как у бедной женщины придрались так? У нее дети погибли, ей тяжело. Ну хорошо. Вы ее все... Начиная со златоуста, вы ей все какие-то пощечины значит. Нет, здесь-то о чем идет речь? Это просто литературный прием, это контраст. То есть, очевидно, что появление друзей, друзья как персонаж, как образ, они противопоставлены образу жены, потому что они предлагают альтернативную стратегию. То есть, Юв, он перед вилкой оказывается. Или я должен поступить так, как говорит жена, или... Друзья его подозревают в грехе. В каком-то тайном грехе. Еще раз говорю. Жена не подозревает. Еще раз говорю. Значит, жена, она верила в его непорочности. Смысл в чем? В чем смысле? Если Владика внимательно смысл. Еще мне говорю с самого начала. Если он вообще смысл знает. Логика такая. Но можно так это представить себе как, в принципе, как картинку. Иов – это отличник школы нравственности. Он тот, кто максимально, скажем так, продуктивно усвоил и осуществляет эту модель, которая называется нормативная дидактика. Так ее назовем. Чтобы знать. Если у меня все хорошо в жизни, значит, я праведник. Если плохо, я с Богом не дружу, я грешник. И наоборот. Если я с Богом дружу, и я праведник, у меня все хорошо. Если я с Богом не дружу, я грешник, у меня все плохо. Мы это уже усвоили. Да, мы это уже усвоили. А в жизни начинается все рушиться. Следовательно, или Бог меня обманул. И вот эта картинка духовной реальности, которую я нарисовал себе в голове или которая живет у меня в голове, она не права. Потому что Бог в обман меня ввел. Или я просто согрешил. Но я об этом не знаю. Первый вариант, первое решение ему предлагает жена. Она говорит, Иов, тебя Бог обманул. На самом деле в этой жизни, в духовной реальности все устроено иначе. Бог шутит так над вами. Он, с одной стороны, пообещал тебе конфетку какую-то. Он сказал, вот ты будешь себя хорошо вести, у тебя все в жизни будет хорошо. Ты глупый доверился, а на самом деле он тебя обманул. Это злой Бог. Похули его и умри. Друзья предлагают другую картинку. Они говорят, нет, Иов, с Богом все нормально. Ты согрешил. Просто ты не знаешь, где ты согрешил. Ты не помнишь, может быть, забыл, невнимателен к себе был. И, по сути, содержание их трех диалогов сводится к этому. Понятно, что это не в саркотической форме ни в коем случае. То есть, действительно, его друзья, во-первых, это уважаемые богословы, скорее всего. Они уважаемые учителя нравственности. Это авторитетные духовные лица. Люди, которые достигли мудрости и достигли определенных уровней богопознания. Кроме того, раз друзья Иова, а он шейх, который был знаменитый из всех сынов Востока, это тоже очень знаменитые друзья достаточно. Князья. Вот. Вот содержание просто их разговоров, их бесед. Но Иов не соглашается. То есть, с одной стороны, он отказывается признать решение, которое ему жена предлагает. Он отказывается сказать, что бог не прав в чем-то был. Что его бог – это злой бог. Что бог, который управляет этим миром – злой бог. С другой стороны, он отказывается принять вариант друзей. Он говорит, что ни в чем не согрешил. Перед богом моя совесть чиста. Все. Вот о чем идет речь. Я просто резюмировал сейчас, о чем мы говорим. Удивительный момент с этими друзьями. Это же тоже определенная трагедия этих друзей. Потому, что известный эксперимент, когда берут, допустим, десять человек, девятерым говорят, чтобы они на белое говорили черное, а одному ничего не говорят. И он под влиянием девятерых смотрит и думает, я с ума сошел, они с ума сошли. И обычно дети, по крайней мере, когда над детьми проводили этот эксперимент, они все соглашались. Потому, что они начинали в себе сомневаться. И вот трагедия-то в том, что друзей никто не подговаривал. Что вы Иову подговорите или говорите на белое-черное, на черное-белое. Они и другие, искренне, каждый со своей стороны. И для одних не может быть по-другому. И для него не может быть по-другому. То есть, здесь просто люди уперлись в одну и ту же реальность, но они не знают его жизни, не знают его сердца. Но для них это, кстати, что интересно, что для них вот эти правила, реальность, четкость этих правил, их какая-то нерушимость, она важнее, чем личный опыт Иова, значительно важнее. Они говорят, ты с кем собрался соревноваться? Теория важнее реальности. То есть, теория, вот законы, по которым мы живем, они важнее. Поэтому даже если тебе кажется, что это белое, это черное по-любому. Не потому, что нас подговорили и мы тут над тобой… Вы говорите, законы или мой личный опыт, мое личное понимание. Ну, в смысле, мое понимание. Да. Там же что? Они же своим пониманием пытаются его раздавить. Тут не про законы как таковые. Ну, конечно. Они транслируют традицию. Если говорится о грехе, значит речь идет о нарушении чего-то. Но дело в том, что ведь это тоже такая житейская история постоянная, когда мы свой личный опыт стремимся делать универсальным. Мы говорим, что так и никак иначе. Нет, в обычной истории как раз этих Иовов, которые говорят, нет, я вот чувствую… В итоге, конечно, мы понимаем, что есть какие-то закономерности, которые важнее, чем личный опыт отдельного человека. Это так и есть. В этом как раз это трагедия этих друзей. Потому, что, по большому счету, мы когда стали говорить про то, как бы мы ответили, но тут ситуация горя. Понятно, что мы сейчас такие умные в 21 веке, понимаем, надо сочувствовать, а не дидактически обращаться. Но вообще в ситуации, когда нам человек начинает рассказывать про какие-то свои личные опыты, а мы понимаем, что вся мировая и человеческая история предполагает другой механизм. Мы ему говорим, слушай, родной, но ты же собрался спорить со всем человеческим опытом. По-другому просто не бывает. Они общее место любой религиозной традиции транслируют. И с этим очень сложно поспорить. Потому, что возьми любую традицию религиозную, она тебе скажет. Если ты согрешаешь, то у тебя все плохо. Если ты не согрешаешь, то у тебя все хорошо. Кто с этим будет спорить? Эти диалоги отличаются друг от друга? Ну, с этим спорят все-таки, начиная с пророка Давида. Не по беззакониям нашим сотворил Иси, и же по грехам нашим воздал Иси нам. То есть, нет симметрии между поступками человека, качеством его праведности и тем, что зависит только от Бога. Даже Ветхий Завет утверждает, что все-таки милость, она сильнее правды. Интересно, в Талмуде есть трактат Сата, в котором говорится, что Всевышний управляет миром по принципу мера за меру. И там совершенно четко, многократно прослеживается в этом трактате, что Бог управляет зеркальным миром. И в книге притчи, кстати, масса таких утверждений, что вот именно так работает. Над глупым глумится, над сумным, наоборот, в хороших отношениях. То есть, это логика Ветхозаветная. Вот это, что милость превосходит над судом, это такие проблески чего-то новозаветного, чего-то более глубокого. Предвосхищает. Да, предвосхищение новозаветного опыта. Первоначально все-таки человеку надо было научиться равновесию. Потому, что если сразу тебе скажут, милость превосходит над судом, ты вообще вразнос пойдешь и будешь думать, там все будет нормально. Что как бы я не жил, Бог меня... Поэтому возникает вопрос с адресатом наших бесед. Потому, что если человек новоначальный, ведь это происходит и в жизни не только человечество, в масштабе человечества, но в масштабе личности одной. Мы тоже ведь, приходя в церковь, воцерковляясь, с тобой не было такого опыта, с тобой тоже, с тобой не знаю, со мной такой опыт был. Когда ты приходишь из ниоткуда, из мира, воцерковляешься, и для тебя очень важна как раз эта религиозная установка, что так вот делай будет хорошо, так делай будет плохо. А о том, что это так да не совсем, ты узнаешь, значит, на позже. Но если вот я с тобой абсолютно согласен, что если мы свою нынешнюю дидактику церковную будем строить с акцентом на то, что Бог все простил... Ну такая, да, это ставшая уже анекдотическая эта история на неопятидесятников всяких, да, премии Иисусского личного спасителя, ты чувствуешь освобождение от греха, все, иди, радуйся. Вот. Но то, конечно, мы ошибемся, я с тобой полностью согласен, что должна быть какая-то первоначальная дидактика, а потом от нее необходимо уходить. И я вот сейчас вообще в другую степь уйду, мне простите, понесло что-то Остапа немножко. Мне думается, что одна из проблем нашей современной церковной жизни как раз в том, что у нас как будто бы это не развито. То есть у нас... Мне не развито что? Ну смотри, мы ко всем обращаемся ну-то по большому счету одинаково. Вот и грешник, кайся, станет хорошо. Это так работает, но не на всех уровнях. Это работает, условно говоря, в начальной школе. Да, да, да. А потом есть другие классы. И вот дальнейшие... Гридаешься системы оценок. Дальнейшая дидактика, если ее так же можно назвать дидактикой, да, она у нас совершенно не разработана. И когда человек на собственном опыте, вот он так делал, 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 потом у нее случается какой-то, значит, кризис, вот столкновение до традиций с личным опытом, и он совершенно не понимает, то есть для него это для самого является каким-то шоком абсолютным, и он не понимает, как ему жить дальше. Потому, что есть традиция, которая говорит так. Вот он делал, как традиция повелевает, у него наступило то, что наступило. То, что наступило, ему не нравится. И как? А дальше традиция как будто бы молчит. Ну, на самом деле не молчит. Да, на самом деле не молчит, я понимаю, как будто бы молчит. То есть абсолютно большинство священников или тех, кто давно в храме, они ничего не могут предложить, потому что дальнейшее научение, оно как будто бы, еще раз скажу, как будто бы, оно не развито и отсутствует. А ты что предлагаешь? Я предлагаю нам вот брать тот опыт, который отец Стефан сейчас изложит. Да. Красиво. То, что только с привлицитом заслался, он сослался. Вот. И о нем говорить, потому что нет, но сегодня что происходит? Я почему это вот? Наши самые разные люди смотрят, да? Есть те, кто недавно в храме, есть те кто подольше в церкви. И какие-то вещи людям, которые только пришли, им непонятны. И им кажется, что когда мы говорим, вот, например, отец Дмитрий сказал о том, что происходит столкновение традиции с личным опытом, да, мы несколько раз повторили, и как будто бы личный опыт побеждает традицию. То есть это может прозвучать как то, что мы или кто-то из нас тут восстает на существующую церковную традицию, говорит о ее неполноценности, что, конечно же, не так. Она хороша и прекрасна, только мы чаще всего говорим о каком-то ее очень маленьком начальном этапе, и дальше не двигаемся. И у нас не существует внятного, понятного изложения вот дальнейшего, да, для широких масс граждан. Уже. Уже. А потому что дальнейшее формализировать очень сложно, да? То есть там такие… Этот этап, он кажется маленьким, потому что он формально должен быть маленьким, но на самом деле он большой, потому что в древности человека брали, когда он воцерковлялся, он проходил навык нравственной жизни, там, три с половиной года, и дальше его жизнь все-таки была другой уже с этим навыком. А когда у нас сегодня человек приходит, его не берут, и этот навык с ним не прорабатывают, он не воцерковляется, естественно, правильным образом, этот этап навыка нравственной жизни у некоторых растягивается на десятилетия, потому что просто человек то там чуть-чуть узнал, тут чуть-чуть узнал, он может там 20 лет ходить в церковь, не знать каких-нибудь элементарных вещей, просто потому что… Я сейчас говорю именно про столкновение с личным негативным. Я понимаю. Негативным опытом. Опытом потери, опытом тупняка, опытом, ну и так далее. Нет, у Авадорофея есть вот это слово о том, что такое страх Божий, и он там прямо говорит, есть два страха. Один страх, вот как как раз первая ступень, вот это боязнь. Наказание. Наказание, боязнь, нарушение, да? А другой страх тот, о котором… То есть, страх обидеть, страх прервать отношения, страх потери. Это совсем другой страх. И люди застревают на первом страхе, не понимая, что… И, кстати, Авадорофей говорит, без первого страха не бывает второго. То есть, этот этап, он очень необходим обязательно для того, чтобы выйти на какую-то автоматизацию нравственной жизни. Какие-то вещи для тебя становятся очевидно недопустимыми, невозможными. Это как в любом гениальном произведении будет обязательно высочайшее мастерство и высочайшее вдохновение. Да, да, да. Совершенно верно. Для того, что мастерство и вдохновение, они рядом не работают друг с другом. Но мастерство необходимо. Потому что мастерство ты можешь наработать, но ты можешь быть гениальным мастером и отвратительным художником. у него, потому что не будет вот той самой харизмы, не будет того самого тонкого, чего-то такого вибрации какой-то. А у какого-то дилетанта наоборот. У него есть харизма, у него есть видение, у него есть какое-то ощущение острое, а техники нет. И получается хлам. И здесь, наверное, то же самое, как ребенок приходит в музыкальную школу учиться, он сначала гамма играет, самые простые, его никто не посадит. Давай вот импровизация. Сейчас джазовая импровизация у нас начнется. Ну какая импровизация? У него руки не поставлены, у него нет в пальцах. Причем эти же вещи, они все на самом деле тоже какого-то интересного качества. Для того, чтобы человек мог передать свое прочтение того или иного музыкального произведения, у него вообще не должно быть даже мыслей о том, как работают его руки. Они автоматически работают. То есть, даже как, не знаю, когда пишешь какой-то текст, если бы я задумывалась над тем, каким пальцем, какую клавишу, где нажать, ну все, слушайте, все, ничего не было бы. Для тебя это уже не существует. То есть, это уже этап пройденный. А вот то самое интересное, когда понять, что этап пройден. Да. Ну как? Как раз, когда происходит метаноя. Когда происходит перемену. Мне думается, что кризис, кризис. Кризис, да. Вот кризис мне ближе. Кризис, он, конечно, самый разный может быть. Подлинная метаноя она тогда и происходит. А вот эта метаноя сначала школьная такая. То есть, тебе кажется, что ты вроде что-то изменился, а потом приходишь кризис. Когда ты взвыл от этих всех гамм и понимаешь, что я хочу нормальной музыки, а не вот это еще играть, потому что мне это уже не интересно. У меня уже руки все в мозолях, наигранные на этом всем. Тогда да. Тогда ты начнешь что-то сочинять. Либо не начнем. Дмитрий, как ты думаешь? Вот Иов. Ты говоришь, что он был отличником школы. Неужели такой глубокий праведник, человек, который имел общение с Богом, был просто на таком простом школьном уровне, что его пришлось так учить? Или у тебя высшая школа? Или ты уже университет был? Я не знаю. Здесь у нас же нет замера, линейки, которые мы измерили бы. Возраст духовный Иова. Качество его духовности до этого столкновения и после. И смирить его с нашим... Я не могу здесь сказать ничего. Просто получается, что если мы попробуем то, о чем ты говорил, эти этапы и Иова совместить, то Иов... Первый этап прошел... Ну, немножко не так, как мы проходим. Мы проходим этап... То есть, мы сначала видим свои грехи. Пытаемся от них избавиться. Достигаем определенного уровня автоматизации. И говорим, вот мы крупных грехов больше не совершаем. Беремся за мелки. И дальше можно мучиться до бесконечности. Но вот если взять этот первый этап, Иов, он проходит его сразу по-другому. Потому, что у него этих вещей нет. Отец Стефан, извини, пожалуйста. Я помню, как-то один студент пытался мне нарисовать, как устроен загробный мир. Я не рисую. До воплощения Христова и после. Ну, хватит. То есть, там до Аврамля, где находился ад, Шиол и так далее. Мне кажется, не этим ли мы сейчас занимаемся? Нет, вообще нет. Смотри, о чем я... Я думаю все-таки, что когда речь идет о жизни Иова, там говорится о том, что он верил в Бога до какого-то момента. Была встреча с Богом в каких-то обстоятельствах. И потом он стал как-то по-другому верить в Бога. До этого он был благочестив. После этого он тоже остался благочестив. Но тогда он знал Бога из книг, как он сам говорил. Я только слухом слышал о тебе. То есть, я слышал о тебе, о других людей. Я, видимо, чувствовал тебя, когда жертву приношу. Ты как-то участвовал в моей судьбе. А теперь я вижу. А сейчас я встретил тебя лицом к лицу. Ты тоже извини. Именно об этом он и говорит. Нет, подожди. Я просто пытаюсь сопоставить опыт человека, который воцерковляется, с тем, что проходит Иов. Иов проходит кризис. Он его проходит немножко по-другому. Но ведь и в наши дни тоже к нам приходят люди, которые говорят, я приличный человек. Я не знаю, в чем кается. И что, у тебя не было такого на исповеди, когда ты говоришь, вы что там, никогда не сомневались в бытии Божьей? Нет. Никогда. Всегда верил. Бабушка там меня научила с детства. Ну, может быть, там что-то... Нет. Не было никогда. Вообще ничего такого. Чего не спросишь? Никогда ничего не было. Можно так сказать, наверное. То есть, человек понимает, что на каком-то уровне он проведен, а потом ему необходим кризис. И в таком случае, если вернуться к началу, про который вы сказали, что он так себе, мне все-таки кажется, что для самого Бога важно, чтобы Иов прошел через кризис, потому что вера Иова будет глубже. И ему необходимо пройти через опыт вот этого... На самом деле, опыт Бога в каком-то смысле. Это выясняется как раз в диалоге. Может быть, к диалогу с Иовом перейдем? Я подписываюсь под его словами. Завершение всей этой истории, если говорить о диалоге с Илюем, меня вот смущает, почему этот диалог очень сильно и стилистически, и по образному ряду он перекликается с ответом самого Бога. Они же прямо где-то так прямо... Они же как будто бы тоже свидетельствуют о том, что это не совсем человек. И есть гипотезы, что это тоже, это одно из... То есть, продолжение речи Бога должно быть в другом месте. И Илюем потом никак ему Иов единственный, кому никак не отвечает. Он единственный, кто не должен приносить семь быков и требовать молитвы у Иова и так далее. То есть, есть такая версия, что это просто не в то место вставленный текст. Ошибки переписчика, да? Ну да. Потому, что он содержательно повторяет то же самое, что... Да, содержательно. Очень похоже, да. Очень похоже. Я не знаю, где его увидели, потому что все-таки ответ Илюе – это положительный ответ. То есть, суть ответа Илюе в чем? Он говорит о том, что Иов, ты страдаешь не потому, что ты нарушил какие-то элементарные законы, а ты страдаешь, потому что таким образом Бог делает твой слух более чутким. То есть, очень глубокий философский ответ такой. А дальше является Бог и говорит, кто это такой, кто обращает словами бессмыслом и промысел. Подожди. Отвечает на реплики Илюе. То есть, Бог говорит то, что отвечает Илюей. Вот это вопрос, кому он отвечает. Не знаю, я просто беру текст. А я текст беру и вижу, что он отвечает это Иову. А Илюин как будто бы не замечает вообще. Он говорит, что Иов припоиши через Латвое, да, и кто вообще это такой, который отвечает мне словами бессмыслом обращать мою промысел. Отец Дмитрий. И Бог-то ничего не говорит, он просто вопросы Иову задает. Он не дает никакие ответы. Здесь есть вопрос в том, что книга там нет. Перевод. И мы можем читать разные переводы и по-разному воспринимать то, кому это обращено, да. Ну, ты же понимаешь. Ты так прочитал. Я так прочитал. Я так прочитал. Ну, все хорошо. Но ведь дело в том, что у Илюи есть те же самые ответы в стиле, потому что бегемот. У него там тоже, он тоже говорит, посмотри на творение. Он обращает взор Иова на творение. И там довольно большой фрагмент его речи, это как раз рассказ о творении. То же самое, что потом делает Бог. Ну, Илюй претендует на роль Бога, якобы он такой умный, мудрый, и он сейчас даст ответ на все вопросы. Но по логике-то, о чем идет речь, в чем заключается смысл, как бы ответ Бога? В том, что нет никакого рационального ответа, рассудочного на страдание Иова. Этот ответ можно получить только когда ты Бога лицом к лицу встретишь. Тогда ты получишь ответы в своем сердце. И в этом смысле Илюй, да, он отвечает словами бессмысла и омрачает этими словами промысел Божий. Потому, что почему страдает праведник, но нет на это ответа. Рационального, рассудочного ответа, который заключен в словах. Слушай, почему вообще человек страдает, нет ответа? Так, у отца Стефана есть. Да. Я бы как раз Владыку поддержал в том смысле, что вот эта мысль, которую произносит Илюй, как бы логика в том, что ты должен глубже все увидеть. Увидеть какую-то такую глубину, которая не видна вот с этого первого уровня, из этой начальной школы. Дальнейшие ответы Бога, вот эти вопросы, точнее, по поводу лошадки и змеи, бегемота и левиафана. На мой взгляд, все-таки совершенно очевидно, что это не просто часть животного мира, какой-то фауны. Хотя там есть предположение, что это какие-то вымершие, типа, память о каких-нибудь вымерших существах. Но мне кажется, что это такие хтонические существа, существа древние, очень сильные, потому что, например, о левиафане сказано, над всеми, кто гордый, он царь. То есть, это существо, которое Богу. То есть, это его творение. Но эти творения Богу противятся. Эти творения живут сами по себе, своей жизнью. И никто, кроме Бога, не может с ними справиться, собственно. То есть, зло присутствует в жизни Иова. И Бог ему говорит, что вот ты возмущаешься, но вот смотри, есть мир, который больше тебя. Посмотри, вот есть бегемот, там неимоверно мощное существо. Вот есть левиафан, там тоже ничего с ним не можешь сделать. И дальше, в начале 41-й главы, по-моему, если я не ошибаюсь, Бог говорит такие слова. Кто встанет передо мной, кто обяжет меня в борьбе? И вот это вот встанет передо мной, можно понимать, как встанет лицом к лицу. То есть, кто со мной будет бороться. А можно понимать, как тот, кто встанет передо мной в борьбе со злом? Кто меня обяжет победой? То есть, логика такая, что Бог борется со злом больше, чем кто бы то ни было. Никто не может его опередить. И Иов, ты возмущаешься существованием зла, я возмущаюсь им еще больше. И вот есть мои творения, которые свободны, которые вот таковы, вот самые гордые, самые сильные. И меня никто не может обязать в борьбе. Я больше всего борюсь. Но книга Иова показывает метод, каким Бог борется. Потому что, судя по всему, я раньше слышал только слухом о тебе, а теперь я тебя вижу. Мое предположение, пусть надо мной библеисты профессиональные посмеются. Я думаю, что Иову явлен Христос и распинаемый Христос. И в таком случае как раз Иову дан некоторый ответ на то, каково Богу в сотворенном мире. И получается, что Иов требует от Бога сочувствия и справедливости. А выходит, что Богу в этом плане можно посочувствовать. Ведь в Библии есть персонажи, которые сочувствуют Богу. Илья Пророк, Моисей. Как Илья говорит, Господи, пророков Твоих убили, меня гонят. То есть, дело Твое, Господи, в мире страдает и гибнет. И когда Иов говорит, вот все плохо, Бог просто показывает Иову, что такова цена свободы существ, которые я сотворил. Хочешь посочувствовать себе, посочувствуй тогда. То есть, увидь, как я действую, как я существую в мире сотворенных мною существ. Поэтому мне кажется, что ответ есть и ответ вот какой. Праведник страдает, сострадая Богу. Мы все время ищем сострадающего нам Бога, а по большому счету мы можем сострадать Богу… В наших страданиях. В наших страданиях. Как у апостола. Просто страдание Иова – это как жало вплоть апостолу Павлу. Что не думай, что ты можешь сам просто правильной жизнью в мире здесь все сделать. Апостолу Павлу еще больше. Он говорит, что нам дано как великое благо не только веровать, но и страдать за него. Совершенно верно. То есть, разделять вот эту какую-то… Может быть, безумная совершенно идея, конечно. Но мне причем вспоминают слова отца Павла Флоренского, что мир создан крестом, что мир стоит на кресте как неком первооснове всего бытия. И вот цена этого креста – это та боль, то страдание, которое мир не видит, как Иов в своем таком хорошем состоянии, но без которого ничего не существует. И человеку дано, условно говоря, безумный образ совершенно, что представьте себе, в центре земли раскаленная, расплавленная магма и там огромное давление. И в некоторых местах эта магма вырывается на поверхность через вулканы. И Иов – это тоже вырвавшаяся магма божественной боли и страдания на поверхность, благодаря чему ее внутри становится пусть чуть-чуть, но меньше. Но при этом мы не должны пойти, чтобы сказать, что Бог не всеблаг. То есть, Бог всеблаг, но когда Он творит мир, Он, как Лостки пишет, Он идет на риск свободы других существ. И когда Ава Дорофей говорит, что против тебя кто-то действует, есть три варианта, почему это так, почему тебе больно. Первый вариант – ты, правда, виноват, и ты видишь, что ты виноват. Второй вариант – ты виноват, но ты не видишь, посмотри внимательнее. А третий – да вот тебе надо пострадать вместе со Христом. Христос, как на Руси говорили, да Бог терпел и нам велел. Вот это вот та же логика. Праведник в мире страдает, потому что есть свобода. Я вот еще, может быть, никоим образом не противоречий, я бы еще один мысль добавил, в том, что все же мир наш – это некая вот такая система, пребывающая в гармонии. И Бог, все благ, действительно. Но нам не дано понять, каким бы последствиям привело облегчение вот сейчас моего страдания. Кажется, что все стало бы хорошо, но гармония, если Бог этого не делает, общемировая, она как-то бы нарушилась, и где-то в другом месте были бы значительно более серьезные страдания для большего количества людей. И вот мне такое вот объяснение тоже, ну, как дополнение, я повторю, оно мне как будто положится на душу и на ум и вполне меня устраивает. Потому что я действительно не вижу, я не могу понять, каким последствиям приведет вот сейчас, в моменте облегчения моего страдания. Ну, сейчас моего страдания никакого нет, но я имею в виду, что если не было… Вот то страдание, которое вплетено вот эту ткань бытие не моей рукой, оно, наверное, имеет какое-то очень правильное, очень важное значение, и не мое право его оттуда вырывать просто так. Так получается? Значит, понимаете, тут куча вопросов возникает, даже с той же самой анестезией. У человека заболел зуб, ему говорят, слушай, это страдание во славу Божию, ты должен его вот достойно преодолеть, потому что если ты выпьешь обезболивающий, а может, тебе еще и укольчик сделают обезболивающий, и вообще ты ничего не будешь переживать. Тут ткань бытия… По-моему, это как будто бы уже закрытая тема. Это до нас и давно, что все же это самое… Бог участвовал в запретении анестезии. Да, несомненно. Иисус Сансирахов говорит, что врачество от Господа. Но здесь ведь вот в чем дело. Страдания необходимы хотя бы в том смысле, что они научают нас видеть страдания других людей. То есть, если ты никогда не испытывал страдания, ты катком проедешься по страданиям других людей, вообще никак им не будешь сопереживать. Поэтому в этом смысле Иов, вот высота его такой самоуверенности, она нуждалась в таком опыте. В пропорциональном опыте. То есть, конечно, когда мы понимаем, что вот Бог хотел все это Иову открыть, возникает тогда понимание того, почему он попустил Лукавому действовать так, как он действовал. То есть, конец объясняет начало. А вот мы как раз подошли к какому-то завершению, к концу. Вот как вы считаете, что, Владыка, давай с тебя начнем. Чем качественно изменилось соотношение Иова к Богу после того, как все это закончилось? Мне думается, что для Иова Бог из теории стал просто практикой. То есть, это личное и уже… Это похоже, мне кажется, очень на то, что случилось с апостолами после того, как они встретили Христа Воскресшего. Я даже не скажу там про Духа, потому что мы понимаем, что разные самые люди были, получившие Дух Святой, и мы тоже самые разные. Но мы видим, что качественная перемена у апостолов после встречи именно с Христом Воскресшим. Они видели его, они знали его. Это вот одно. А у Воскресшего совершенно другое. У апостолов, мы видим, появилась какая-то такая онтологическая, что ли, неспособность отвернуться, предать, изменить. То есть, это было настолько значимо, что отвернуться уже невозможно. Да, это совершенно какой-то другой опыт, который, я думаю, мной точно еще не достигнут. Но у Иова, конечно, на его уровне, произошло нечто подобное. И говорить об этом мы можем только как-то описательно или через какие-то аналогии. Потому что я не знаю, как вы, а у меня пока нет ощущения, что я пережил похуже. Это вот мне очень напоминает древнегреческую этимологию истины, да, алитей. Одно из вариантов, что алитей – это то, что невозможно подзабыть. То есть, это нечто настолько пронзительное, важное и неотъемлемое, что не забывается такое никогда. Это вот из такой категории вещей. Отец Стефан, а вот для тебя что-то увидел в новом Иове. Да, да. Ну, если мы вспомним речи друзей Иова, надо просто понять, что Иов до того, что произошло, мы это уже обговаривали, что он думал точно так же. И для Иова очевидно, что у Бога-то нет вообще никаких проблем. То есть, он-то ничего не нарушает, он вседоволен, всеблажен. А весь Ветхий Завет показывает, как вот все-таки живой Бог Библии, как он с этими людьми и конкретно с Израилем. Там у пророка Исаии есть одно место, которое дословно можно перевести во всякой их скорби и у него скорбь. То есть, есть некоторое сострадание, сопереживание народу. И Бог открывается Иову как живой, не теоретический, не книжный, не дидактический, не менторский, не такой вот простой какой-то... Не как закон всемирного тяготения, который тебя притягивает где надо. Есть в чем. Ты опираешься на него. Не соблюл, разбился, соблюл, остался живым, все нормально. Что Бог живой. И что этот опыт в итоге обогащает самого Иова. Потому, что только с живым Богом... То есть, я ни в коем случае не хотел бы обесценить страдания Иова. Сказать, что пострадал хорошо. Это ужасно. Когда начинаешь читать, это просто оторопь берет. Но мир таков. И здесь можно либо в уши себе отшатнуться, либо просто встать вместе с Богом и проживать его. Идти с ним. Вообще, по ощущениям-то, по самому Иову в финале, как будто бы оно того стоило. Вот это я не понимаю. Как оно того стоило, когда ты потерял 10 детей и тебе говорят, что ничего не родишь еще. Ну, это как раз тоже хорошая штука. Это ведь, да. Ну, я вижу, плохая штука детей потерять. Хорошая штука, что ты это упомянул. Потому, что мы знаем, что у него всего два раза стало больше, кроме как детей. Из чего делается вывод? Вернуть. Из чего делается вывод? О том, что человек жив. Что человек... Ну, это тоже одно из... Это уже воскрес, вечная жизнь. Я сегодня слышал предположение, что вот этот человек, который прибежал, разрушился дом, я один выжил, там и все такое, что он прибежал в таком ужасе и сказал все это Иову, не посмотрев, что на самом деле произошло. И что может быть, мол, дети выжили. А пока... Ну, то есть, там, что Иову сразу не сообщили. Отец Дмитрий, ну, а для тебя финал всей этой истории. Вот что с Иовом? Что в истории Иова? Чем она завершается? Для тебя самое такое, наверное, показательное, яркое, что ли? Слушайте, ну, мне вообще кажется, что финал-то, он двойственен. Ну, он очень ироничен. Он не вписывается в общий контекст. То есть, он не буквален? Я считаю, что он не буквален. Это приточный финал. По крайней мере, он рассчитан... Наконец-таки они договорились. Он рассчитан на разного читателя. Это как притчи Христовы. Почему Христос притчами говорил? Потому, что те, кто мог вместить, они вмещали. Те, кто не мог, они просто видели приточную историю забавную. Ну, какую-то поучительную историю. И вот если учитывать тот факт, что все-таки Иов не получает ответ рациональный. То есть, три друга ему дают примитивный ответ. Четвертый друг, Елеуй, он дает очень умный ответ. Но этот ответ тоже как бы не подходит. Потому, что Господь говорит все-таки, кто это такой, что он омрачает словами бессмысла? Мой промысел. Вот упрямый, упрямый. Ну, ладно. А кто это такой, что омрачает словами бессмысла? Мой промысел. Я сейчас тебе покажу Иов. Господь являет ему чудесами Роздания. Являет себя. И Иов, онемев от восторга, получает ответ внутри где-то. Он понимает на нерациональном уровне, что это было. И на самом деле мы можем предположить, что история Иова здесь и закончилась. Что он сошел в ад. Это в аду все происходит. То есть, не было никакой счастливой жизни. Потому, что хэппи-энд вписывается в ту же самую парадигму, из которой Иов в начале... Вырывают его. Вырывают его. И это конец для тех людей, которые хотят хэппи-энда. Но на самом деле хэппи-энда не будет. И все апостолы-то, они как хэппи-энда не дождались. Они все умерли. И Христос умер на кресте. Насильственно. Насильственно умер на кресте. И сошел в ад. И Иов сходит в ад. Там он встречает Бога. И вот она, вера человека, где проявляется. Только так мы можем... Вот это образчик веры. Причем встречает какого Бога? Встречает Христа. Который там находится в аду. Который туда спустился ради таких, как Иов. И по сути речь идет о чем? Речь идет о... Я попытаюсь сейчас мысль как-то сформулировать. Правильно. То есть, последователь Христа... На что мы надеемся? На что мы надеемся? Мы не на что не надеемся. Если бы мы только в этой жизни надеялись на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Мы надеемся на то, что мы сойдем в ад, а там нас Христос встретит. И мы же умрем все. Ну, что ящик и ждет всех гроб. Воздаяния-то не будет здесь, на земле. Можно не повезти. В итоге. И гроба не будет. Все умрем. Все изменяются. Мы надеемся, что... Поэтому история Иова имеет двойственный конец. Для тех людей, которые надеются на хэппи-энд, и кто остался в рамках той самой нормативной дидактики, пожалуйста, получайте хэппи-энд. Но Аверинцев хорошо об этом пишет, что рассказчик там триггеры такие оставляет. Имена трех дочерей, они очень иронично как-то звучат. Голубка, второй не порли. Голубка, рожок с притираниями. Нет, почему? Красавица, по-моему, просто красавица. Нет? Последняя. Горлица, рожок с притираниями. Про красавицу что-то такое? Я не помню первое имя. Голубка. То есть, странный пафос какой-то возникает. То был возвышенный трагический пафос. Здесь какой-то... Мещанский. Мещанский пафос. Слишком легкомысленно-мещанский. Не такого конца эта история заслуживает. Слушай, ну, отец Дмитрий... Нет, это не почему-то интересное. Потому, что на самом-то деле... Подожди. Секундочку. Подожди. Тот, кто хочет хэппи-энда, получаете. Но тот, кто действительно... Понял, о чем речь? Да, понял, о чем речь. Он сойдет вместе с Иловом во ад. И на этом жизнь закончится. Иов умрет там, на гнующе. И встретит Бога там. Но здесь никакого воздаяния на земле не будет. Потому, что земля... Мы живем не по такому закону. Праведник страдает на земле. А грешник благоденствует. Да, ладно. Вы видели где-нибудь, что праведник благоденствует-то? И этот закон работает на 100% автоматически. Во всех случаях срабатывает. Слушай, ну, у нас у всех вроде нормальная, приемлемая жизнь. Люди умирают. Умирают люди. Дети страдают. Достоевский об этом говорил. Помните бунт Ивана Карамазова? Да. Отец Дмитрий. Я про другое немножко. Окей, мы поняли твою мысль. Но. У меня маленький совершенно комментарий. Вот ты общаешься... А, ты с студентами первых курсов бакалаврята не общаешься, да? Ну, ты себя вообще... Самый прямо... Самый первый курс бакалаврята, да? Вот приходят эти ребята. Они такие возвышенные, глубокие, устремленные куда-то. Ну, многие из них. Все как-то о богословии, о Боге, о отцов читают. Цитаты совершенно замечательно ходят. Такие, что вот даже сложно разуметь. Но потом мы видим, как эти студенты растут, 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 потом они становятся священниками. И вот становятся они священником твоего возраста. И рассказывают. Вот мы же общаемся постоянно. Братья, какая классная погода. Я сегодня... Посмотрите, какое мискос готовил. Совершенно мещанская тема. Абсолютно мещанская. Понимаете, что наши чаты, наш общий чат, он сильно отличается от чатов каких-нибудь студентов, первокурсников. Мы почти ничего о возвышенном не говорим. Нам как будто бы это совершенно и не надо. Мы упрощаемся. Я не согласен с тобой, Владыка. Что мы упрощаемся? Абсолютно не согласен. Нет, не в упрощении. Понимаешь, Владыка, вот человек, который прожил в браке ни один, ни два года, он не будет каждый день устраивать романтический вечер со своей женой и на ушко ей говорить, дорогая, родная, золотая, ты моя самая лучшая, единственная и так далее. Я говорю о том же самом. Но они будут еще понимать. Я о том же самом говорю. Главные вещи словами невозможно выразить. Я о том же самом говорю. Говорю одно лишь сердце. Я не понимаю предмет твое несогласие категорическое. Потому, что я говорю о том же самом. Ну, вот, отец Дмитрий, я со своей стороны тоже тебе отвечу, как три друга... Елеуи. Осталось распределить тролля. В том-то и проблема вот такого подхода, что вот на пике, так скажем, Иов уходит с жизни, и дальше там воздаяние только в воскресенье. Но дело-то как раз в том, что христианин, пережив кризис и все осознав, дальше должен пожить на земле уже с новым мироощущением, с новым восприятием, с новым взглядом на Бога. И мне как раз кажется, что прожить обычную жизнь сознанием глубины, это очень важно. Вот у отца Александра Шмеймана в дневниках есть красивые слова. Он говорит, я вижу людей, там они с какими-то покупками идут домой, просто счастливые, хорошие люди. И он говорит, и как это здорово, что есть простое, обычное счастье, и как неправы те люди, которые везде ищут надрыв, что они это простое счастье нивелируют и пренебрегают им. Да, Иов живет счастливую жизнь и умирает, преследовавшись днями, но теперь с совершенно другим восприятием Бога. Он больше не будет рассказывать людям, которые страдают, ребятки, это у вас тут, вы там не так сделали, это не так сделали. Христианин как раз точно так же должен поступить. Ему надо именно пожить. Это очень легко на таком пике умереть и там потом в аду со Христом встретиться и перейти в рай или воскреснуть. Нет, 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 ты останешься с новым опытом и проживи теперь эту же самую жизнь. Мне кажется, что это окончание, оно мещанское, как хочешь, да, но это как раз очень важно, что христианин в обычной-то жизни, он приходит домой, он готовит обычную еду, он общается с обычными людьми, он не существует в надрыве все время, но он вот в этой обычной жизни живет по-другому. И в этом как раз главное наше, что мы должны другим сообщить, что, ребята, вы приходите в церковь и вы думаете, что дальше здесь нужно будет жить все время на надрыве. А надо жить не на надрыве, надо, пережив надрыв, дальше в обычной жизни жить с этим новым опытом, не допуская каких-то вещей, а в каких-то вещах, наоборот, оказываясь глубже. Спасибо, дорогой Тестер. Более того, мне кажется, что вы не спорите друг с другом. Я не вижу здесь какого-то грандиозного противоречия. Почему слово надрыв мне не очень нравится? Я про надрыв не говорил здесь. Драма. Братья, мы заходим на вторую серию. Есть определенное духовное напряжение у человека. С ним невозможно все время. Возможно. Я думаю, все то, что вы сказали сейчас... Возьмите, допустим, подвиг. Есть определенный подвиг, определенный идеал. Вот высота, на которую мы ориентируемся. Понятно, что это не путь среднестатистического христианина, который пережил кризис. Но есть житийный пример. Допустим, Мария Екипицкая. Она 47 лет в этом аду жила. Она его зарабатывала себе. Вопрос подлинности. Поэтому и ценен финал, что Иов еще 70 или 140 лет прожил. Сейчас уже можно запускать титры, а это все пускай идет. Просто если уж мы говорим о богословии кризиса, давайте как бы до конца его доводить. Давайте богословию кризиса посвятим другую передачу. Другую запись. Ну, а сейчас уж позвольте как-то все это немножко подытожить. То есть, мне кажется, все, что сказал отец Стефан, Владыка, отец Дмитрий, в моем сознании оно уравнивается и подтверждается названием самого главного таинства нашей Церкви, таинства Евхаристии, таинства благодарности, благодарения. То есть, наверное, самое главное, что отличает христианина от простого человека, что даже в самом радостном, в самом обычном быту, он знает, какова цена всего этого. Он знает, на какой температуре магмы все это стоит, чего-то все береется. Вот в этом огромном космическом холоде безграничном, вот какова цена всего того, что мы просто живем. И цена – это жизнь Бога. Жизнь Бога, которая отдана. В этом есть своя драма, от нее никуда не уйдешь, но эта драма неразрушительная. Мне кажется, вот вера, она позволяет человеку эту драму превратить в какой-то очень сильный такой внутренний импульс, а просто сказать Богу, Господи, знаешь, здорово, что ты такой, что мы в этом мире, что мы накосячили, что ты вот это для нас сделал. И это цена моего обычного жизненного положения, не какого-то там, не такого яркого, как у Иова, не такого, может быть, трагичного, как у многих других людей, которые рождаются со страшными смертельными болезнями или оказываются в ситуации жуткой жизненной. У меня все более-менее плюс-минус неплохо. Но я понимаю, что это неплохо. Под этим маленьким неплохо. Вот этот огромный фундамент твоей любви, и причем любви именно как жертвы. Вот для меня вся эта история Иова, она считывается только через жертву как фундамент бытия. Вот все бытие, но на жертве. На жертве Бога собой для того, чтобы этот мир был. И мне кажется, в этом плане это не просто книга, которая дает нам какой-то негативный образ Бога, который может быть отталкивающим, а который, наоборот, более привлекательного, более яркого. Вряд ли можно придумать. Но надо его суметь прочитать. Вот для меня это так. Мне кажется, что книга Иова рассчитана и на того человека, в чьей жизни все плохо. То есть, вот вы говорите, в моей жизни все более-менее неплохо. Но есть ведь люди, в жизни которых, допустим, тяжело больные люди. Люди, у которых болеют дети. И они в книге Иова тоже могут найти свое... Утешение и поддержку, конечно. Увидев, что Бог рядом. Его, может быть, не видно. Может быть, в каких-то книжках они не прочитывают. Он не прочитывает его образы, но он не исчезает, и он действительно еще больше борется со злом мира, чем кто бы то ни был из нас. Спасибо, Владыка. Спасибо, отец Стефан. Спасибо, отец Дмитрий. Спасибо, отец Павел. Вы были просто очаровательны. Друзья, подписывайтесь на канал журнала ФОМА и оставляйте свои комментарии к нашим публикациям. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok